Доброе утро, Бокертов! Этот материал предназначен для изучающих иврит на среднем и продвинутом уровне. Мы поработаем с глаголами итпоэль, в корне которых 4 буквы, и мы поймем, почему эти глаголы произносятся именно так, чуть отличаясь в произношении от глаголов, в корне которых 3 буквы. При этом мы вспомним правило, которое я назвал «Запрет на произношение трех согласных звуков подряд». В иврите это правило действует во всех случаях, не только в этих глаголах, но мы сегодня этим правилом воспользуемся. Спонсор этого урока Ирина К. Большое спасибо Ирине за поддержку нашего проекта «Изучение иврита в интернете». Итак, мы будем сравнивать глаголы, в корне которых 4 буквы, с обычными глаголами, в корне которых 3 буквы. Почувствуем различия. Я возьму сначала обычный, обычный в кавычках, глагол «миткашер». В настоящем времени мы сейчас работаем. «Миткашер» – это «звонит». И во множественном числе «миткашрим». И мы обращаем внимание, что у нас тенденция к сокращению гласных звуков при прибавлении окончания в настоящем времени. «Миткашер», «миткашрим». Не «миткашерим», а «миткашрим». Сократился гласный звук. Теперь я беру глагол «митахзев». И это «разочаровывается». Я хочу во множественном числе сказать «разочаровываются». То есть я прибавляю окончание «им». И обращаем внимание, я произношу «митахзевим». Не «митахзвим». То есть я не пытаюсь здесь сократить гласный звук. Потому что если вдруг я это сделаю, у меня получится подряд три согласных звука. «Митахзев». Три согласных звука подряд. И в иврите действует запрет. Правило, которое я сформулировал. И чтобы не было у нас подряд три согласных звука, мы добавляем, как бы разбавляем это гласным звуком. И произносим «митахзевим». И все отличие «митахзев», «митахзевим». То есть по сути у нас гласный звук при прибавлении окончания «им» не сокращается. Я беру слово «митпарнес». И «митпарнес» это «зарабатывает на жизнь» от слова «парноса». «Парноса» как «доход». И во множественном числе я хочу сказать «зарабатывают». Я скажу «митпарнесим». То есть я не пытаюсь просто сократить гласный звук. На каком-то этапе это у нас интенсивно, интуитивно, извините, получается. Следующий глагол «митгальгель». «Митгальгель» это «скатывается», например, с горки. «Скатываются». Я прибавляю окончание «им». И читаю «митгальгелим». Я не пытаюсь произнести «митгальглим». «Митгальгелим» так легче. То есть когда у нас четыре буквы в корне, у нас сокращение гласного звука не происходит. И чтобы не нарушилось, чтобы вписаться в правило на запрет произношения трех согласных звуков подряд. Теперь мы перейдем к прошедшему времени. И я возьму условно глагол обычный. «Гиткашер». «Гиткашер» это «позвонил». И давайте скажем «разочаровался». «Он разочаровался». Я скажу «итагзев». Здесь у нас никаких проблем нет. «Он заработал». Я скажу «итпарнес». Здесь тоже как «иткашер», «итпарнес». Сохранение гласных звуков. Все нормально здесь. И «итгальгель». Теперь что у нас происходит в третьем лице? «Он, она, они». Когда я прибавляю окончание. «Она позвонила». «Иткашра». «Она разочаровалась». Если вдруг я пытаюсь сказать «итахзва», сокращая гласный звук, то у меня три согласных звука подряд получится. «Итахзва». Чтобы этого не произошло, я как бы разбавляю три согласных звука гласным звуком. Я скажу «итахзыва». И по сути я не сокращаю гласный звук. «Итахзыв» это «он разочаровался». «Итахзыва» она разочаровалась. По аналогии с этим «итпарнес» это «он заработал». «Итпарнеса» она зарабатывала, получала доход какой-то. «Итгальгель» это «он скатился». «Итгальгеля» она скатилась. То есть я просто как бы не сокращаю гласный звук, прибавляя окончание в данном типе глаголов. Давайте по аналогии с этим я скажу «иткашру». Это «они позвонили». Здесь мы слышим «иткашер», «иткашра». Сокращается гласный звук. По аналогии в глаголах с четырьмя буквами у нас будет «итахзыву». Но гласный звук не сокращается. «Иттахзыв» это «он разочаровался». «Иттахзыву» они разочаровались. «Итпарнес» он зарабатывал на жизнь, получал доход какой-то. «Итпарнесу» они зарабатывали. «Итгальгель» это «он скатился». «Итгальгелю» они скатились. В первом, во втором лице, то есть я, ты, мы, вы. Например, я хочу сказать «иткашарти». И здесь, обратите внимание, перед окончанием, мы слышим, перед окончанием первого, второго лица в прошедшем времени, я слышу звук «а» в слоге «иткашарти». И по аналогии с этим, я говорю, например, «я разочаровался» или «я разочаровалась». «Итахзавти». И здесь у нас нет проблемы, потому что у нас нет трех согласных звуков подряд. Поэтому, как бы, то же самое происходит, как и в основной схеме «итакзавти». «Иткашарти» и «итакзавти». Скажем, «я заработал» или «я заработала» «итпарнасти». «Итпарнасти». И здесь ничего не сокращается, потому что у нас нет проблемы с произнесением тремя согласных звуков подряд. «Я скатился» с горки, например, на санках. Как я скажу, «итгальгальти». «Итгальгальти». И здесь у нас нет проблемы, потому что у меня нет трех согласных звуков подряд. По аналогии с этим «иткашарта» «ты позвонил». «Итакзавта» «ты разочаровался». «Итпарнаста» «ты заработал». То есть здесь у нас все вписывается в схему. «Итгальгальта» «ты скатился» и так далее. То есть в первом и во втором лице у нас этой проблемы не будет. «Я», «ты», «мы», «вы». «Итгальгальну», например, «Итгальгальтем», «Итгальгальт». То есть все нормально. В первом и во втором лице сокращение звуков не происходит, потому что нет трех согласных звуков подряд. Теперь перейдем для тех, кто на продвинутом уровне. Мы перейдем к будущему времени. Я хочу сказать, например, «он позвонит». «Иткашер». «У, Иткашер». Теперь давайте скажем «он разочаруется». Я скажу «Итахзэв». То есть когда у нас нет окончания, то и проблемы у нас нет. Все звучит как «Иткашер», «Итахзэв». Гласные звуки соответствуют друг другу. Давайте скажем «он заработает». «Итпарнес». «Итпарнес». «У, Итпарнес» он заработает, получит какой-то доход. «Он скатится». «Итгальгель». «Яфэ». Теперь что у нас произойдет? Если мы прибавим какое-то окончание, то есть, например, глагол с тремя буквами в корне, они позвонят «Иткашру». Они разочаруются. Я прибавил здесь окончание «у». Если я скажу «Итахзву», как бы попытаюсь сократить гласный звук. У меня получится три согласных звука подряд. «Хзвы». «Итахзву». Чтобы этого не было, я произнесу «Итахзэву». Или по-другому. В этих глаголах при прибавлении окончания гласный звук не сокращается. Чтобы у нас не было проблемы с произнесением трех согласных звуков подряд. «Итахзэву». Это они разочаруются. «Итпарнес». Он получит доход какой-то. Они получат доход. «Итпарнесу». Будут зарабатывать на чем-то. «Итпарнесу». Не «итпарнсу». «Итпарнесу». И все различия. «Итгальгель». Он скатится. Они скатятся. «Итгальгеллю». По аналогии с этим. Давайте скажем. «Вы позвоните». Это будет «Титкашру». «Титкашру». Давайте скажем. «Вы разочаруетесь». Это будет «Титахзэву». Не «Титахзву». Мы не пытаемся здесь сократить гласный звук. «Титахзэву». Гласный звук не сократится при прибавлении окончания. «Титахзэву». Вы будете зарабатывать. Вы будете получать доход. «Титпарнесу». И вы скатитесь с горки. Например, на санках. «Титгальгелю». «Титгальгелю». Вы скатитесь с горкой. Не «Титгальглю». Не будем пытаться здесь сократить. «Титгальглю». Тяжело произнести. «Титгальгелю». И нам понятно, почему. При обращении к женщине. Например, ты позвонишь. Аналогично. Мы прибавили окончание. «Титкашри». Обратим внимание. «Титкашер». Это при обращении к мужчине. «Титкашри». Гласный звук у нас сократился. А если четыре буквы в корне. «Титахзэв». При обращении к мужчине ты разочаруешься. «Титахзэви». Гласный звук у нас не сокращается, чтобы не было проблемы с произнесением трёх согласных звуков подряд. «Титпарнес». Ты заработаешь, но при обращении к женщине. «Титпарнеси». Не сокращается гласный звук, чтобы не было у нас этой проблемы. «Титгальгель». Ты скатишься. «Титгальгели». При обращении к женщине. Гласный звук, как бы в этих глаголах, просто не сокращается. А в каких-то других схемах там будет добавляться гласный звук, чтобы не было проблемы с тремя согласными звуками подряд. Я очень надеюсь, что это было понятно и пригодится. Спасибо за внимание. С вами был Марк Литраут. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...